Горло промочить надо. Мы сегодня готовим интернациональный рецепт. Грудка утки будет начиненная фаршем из печеночки, яблок, небольшого количества хлеба. Ну и, конечно, куда без меда. Нарезаешь произвольно, лучше всего мелко. Так, и параллельно, Слав, нам надо снять с утки грудки. Прямо вместе с кожей берем соевый соус, мы добавляем мед. Это правда насчет чеснока, я просто чуть вперед забегаю, мне просто интересно знать. Вот чтобы чеснок не давал запах, тот самый неприятный, да, вот эту зеленую сердцевинку надо вырезать. Да, то есть зеленая сердцевинка, вот именно такая ярко выражена, находится у перезревшего чеснока. Вот, и она очень сильно ароматная, да, ты, соответственно, прав. Перемешиваем. Вот это я спокойно могу сделать. Водно, пожалуйста. Теперь мы кладем сюда грудки, и пока у нас будет готовиться фарш, у нас будут мариноваться грудки. Мы порезали лук, мы порезали печенку. В первую очередь надо обжарить лук. Пока обжаривается лук, я еще делаю для нашего фарша, для нашей начинки очень важный ингредиент, это хлеб. Потому что жир, который будет выделять из сок утка, будет пропитываться, все впитывать в себе хлебушек, конечно. Я добавил печенку, соответственно, на растительном масле. Мы обжарили до золотистости и до прозрачности репчатый лук. Теперь добавляем печенку. Печенку не надо убивать, то есть не надо ее сильно зажаривать. И я добавляю сюда как раз наш хлеб. И яблоко. И яблоко. Небольшое количество соли. Утка у нас полежала. И вот здесь вот самый главный момент, самый интересный. Смотри, между кожей и уткой мы делаем с помощью ножа вот так вот. Надрезок. Так называемый карман, да, который у нас идет. Пойдет для фарша. Да. И у нас, вот видишь, вот получился. Мешочек. Да, мешочек, видишь, вот. Почти с таким же я хожу подарки разносить. Да. Да. Дети пугаются сначала, потом привыкают. А ты не будешь такой кармашек делать? За меня сделаю все мой младший бульбан. А, ну правильно, зачем масло? Да, то есть заставил пользоваться своими габаритами. Но зато мы не будем жарить на масле. Да, вот это вот очень важно. Мы будем жарить на этом жир, вот этот жир, который будет у нас. Давайте, это утро. Ну вот правильно, Костя, потому что немножечко не дожарили, для того, чтобы она чувствовала готова. Сейчас дойдет, конечно. Я чувствую, что это сыринку не очень вкусно. Слегка маринадом сверху. Ну вот, обжарилось. Это же опять мы не выкидываем. Яблоки как хочешь? Вот так раскладываем. А в виде елочки можно тоже сделать, ведь долго. Вот. Мы, соответственно, в духовку убираем утку буквально на 10 минут на температуру 250 градусов. И духовку мы ставим, чтобы с двух сторон у нас шел жар. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, ты посмотри. По крайней мере, вид просто замечательный. Грузочку мы даем Юрику. И, соответственно, я приступаю к утке. Она балбит, она такая розовая. И вот, вот, раскладываю так, что видим внутри. Вот, да, Юрик. Фаршик. Фаршик. Юр, выкладывай. Разве это не украшение новогоднего стола? Фаршированная утиная грудка. Утиные грудки с кожей замариновать в соусе из соевого соуса, меда и нарезанного чеснока в течение получаса. Для приготовления фарша обжарить на растительном масле мелко порезанный лук, после чего добавить мелко нарезанную печенку, хлеб и яблоко. Посолить и жарить до полуготовности. У грудок ножом сделать карманы между кожей и мясом и заполнить их фаршем. Слегка обжарить на сухой сковороде на стороне кожи, периодически поливая оставшимся маринадом. После чего выложить вместе с дольками яблоко в жаропрочную форму и запекать в духовке минут 10 при температуре 250 градусов. Готовую грудку разрезать, полить получившимся соусом и подавать яблоко.